В случае утверждения кодекса в нём появятся как новые, так и уже анонсированные ранее штрафы. Ужесточается наказание за отказ остановиться по требованию полицейского. Сейчас за это нарушение штраф 500-800 рублей. Новый кодекс предусматривает лишение прав на срок до трёх лет или штраф 40 тысяч рублей за неоднократный отказ остановиться, если это создало угрозу жизни и здоровью граждан. Речь идёт о ситуации, когда полиция вынуждена гнаться за нарушителем или даже открывать огонь. Ещё одним дорогостоящим нарушением станет езда в нетрезвом виде с ребёнком в салоне. За это полагается наказание в размере до 50 тысяч рублей и лишение прав. Минюст в новом Коап также планирует полностью отказаться от применения такой меры для автомобилистов как административный арест. Поясняется, что такое смягчение связано с гуманизацией законодательства и дороговизной такого наказания для бюджета. Также вводится процедура временного ограничения права управления транспортным средством. Она будет применяться в тех случаях, когда водитель грубо нарушил ПДД, например, остановлен нетрезвым за рулём, до решения суда. Сейчас запрета водить машину нет. Кроме того, ряд составов впервые дополнены усиленными санкциями за повторные в течение года нарушения. За управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или даже лишиться прав. Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в 3 тысячи рублей. В новый проект не включили раздел, посвященный электросамокатам и иным средствам индивидуальной мобильности. Ранее планировалось ввести минимальный возраст для пользования самокатами, чтобы избегать участившихся аварий. Штраф в 1-2 тысячи рублей планируется ввести за выезд на проезжую часть на снегоходе, болотоходе, кроссовом мотоцикле, мотоблоке и других средствах передвижения, не предназначенных для движения по автодорогам. Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла предлагается увеличить до 5 тысяч рублей. Также планируется ввести санкции за систематические нарушения, опасное вождение, парковку автомобиля на газоне, выбрасывание мусора из транспортного средства. Если на этом водителя ловили несколько раз за год, то штрафовать его планируют не на 1 тысячу рублей, как это было ранее, а на 3. Продолжение следует...